Всем привет! Здесь Сима Купаная, Мила Купаная. Сейчас хочу быстро красить, но я не буду сейчас конечно с вами превоскаюсь, потому что мне надо сейчас еще позаниматься физкультурой с Яськой. Ну смотрите, у нас уже Миноза продают. Честно так прикольно, классно. У нас сегодня пятница, идем на занятия к психологу в школу, а после школы мы еще, то есть поднимаемся к педагогу, мы сегодня будем заниматься в школе, потому что ну сегодня предпраздничный день получается, и ну короче говоря школа заканчивает сегодня занятия, раньше, но она должна все равно к нам прийти позаниматься, поэтому, чтобы не откладывать меня завтра в субботний день, не зацикливать на том, чтобы Яра должен завтра будет заниматься, я ей предложила, как бы да, что мы сейчас поднимемся наверх, и уроки пускай пройдут, тем более вклад будет уже свободный, пустой, мне кажется даже наоборот прикольнее и для Яры опыт сидеть за партой, там парты маленькие, то что мы занимаемся у психолога, получается ему конечно не совсем комфортно, потому что по высоте ну то есть как бы школа считает, что должны быть первый этаж, типа что лучше бы он не поднимался, ну как бы должны быть условия сохранены, по идее они должны там нам и место сделать ему рабочие, парту, стол, ну так как вроде как типа компромисс пришел мы к тому, что типа нам не нужны эти парты, просто пускай занятия сделают, да, хотя бы чтобы педагоги были, занимались, штат сделают, рассчитанный на Ярика, да, то есть получается поэтому мы уже не настаивали на том, чтобы сейчас какие-то, да не нужны там ему специализированные эти, то есть если он бы уже сидел бы 100% на всех предметах, а так вот психологам там что-то поделать, полчаса целую парту я считаю вообще бессмысленно требовать сейчас от школы, ну в общем, поэтому пойдем, просто единственное, что я переговорила с педагогом, говорю давайте мы может быть придем, чтобы уроки там как раз, то есть получается у нас есть вариант прийти к двум часам к психологу, можно к трём, я думаю придем как раз к психологу, отзанимаются вот пять минут и поднимется на урок, я считаю, что вообще отлично, а потом спокойно уйти и завтра субботний день будет свободен, можно как-то спланировать, может быть даже поют и поплавать опять, потому что очень классно, потому что все прям валят, мы давали возможность с Андреем друг другу плавать, отдыхать, то есть от Яры, и сначала один находился, второй плавал отдельно, потом там второй плавал, один, ну как бы вот менялись, поэтому все-таки тоже поплавали хорошо, единственное, что наша была ошибка в плавании, надо было в джакузи переходить в самом конце, то есть в джакузи, а в джакузи уже обратно, получилось, я не знаю, то ли может потому, что как бы там появились люди, Яр как-то не рассчитывал, рассчитывал, что будет там женщина, она начала внимание тоже, конечно, так понятно, что хочется вроде как помочь, что-то спросить, что-то посоветовать, да, какие-то санатории, типа как, ну как всегда, а вы были, не были в санатории, это по-моему вообще классика жанра, кто бы нас не видел, если человек хочет пообщаться, все начинает с того, что вы вообще по санаториям ездите там или куда-то, да, вот, Яра как-то начала его трусить там, и честно говоря, в общем, я уже в итоге, в конце уже не было нормального плавания, он вроде как начал мерзнуть, хотя бы вода была очень теплая, и в помещении было очень тепло, и когда раньше мы занимались плаванием, никогда, может быть, это просто потому, что давно не занимались, в общем, я не знаю, в чем произошло, у него начался, аж прям вот посинело все губы, то есть он так мерзнуть начал, и мы потом уже даже без 10, мы чуть раньше вышли из занятий, но хоть надо все равно повторять, потому что, в принципе, классно, в тот день он был очень уставший, прям совсем, я даже думала, он будет какой-то не такой весь, и даже такая тема была двигать, чтобы слишком, чтобы сейчас ничего нет, но ничего не было, все прошло хорошо, замечательно, а на следующий день его прямо всего распрямило, честно говоря, вот с пастика, где не нужно, она ушла, он прямо вытянулся, мне понравилось очень, еще хочу попробовать кое-какие новшества, мне просто, не знаю, у него вот с этим кругом, ему не очень подходит, ну, не то, что подходит, он его не держит, потому что он руками болтает, могут быть какие-то боли нарукавники, более сильные для него, чтобы он удерживался на плаву сам, потому что вот из этой трубки, трубку надо держать, когда трубку держишь, он плывет, когда трубку опускаешь, то он, то есть он оттуда вылетает, поэтому, честно говоря, мне не очень, да, что, опять же, получается, ты его полностью контролируешь, но он давно не плавал, поэтому будем сейчас потихоньку упражнения есть, но они до первый день, я тоже, как бы, знаю, конечно, упражнения, попробуем позаниматься, вот, поэтому, не знаю, в общем, посмотрим и так, не хотела, честно, девчонки поднимать тему, но, опять же, говорю, да, утром встала, и утро удалось, я не знаю, зачем некоторым нашим, вот, я так понимаю, это вообще даже не подписчики, а это подписчики с других каналов, которые приходят и проводят параллели между какими-то каналами, никого сейчас не отчитываю ничего, просто прошу, да, очень так, это, перестаньте, девчонки, во-первых, сравнивать мужиков, да, своих мужей, я понимаю, что у вас мужья лучше, чем мой, да, я, не всех, я только так некоторым, которые, они у вас лучше, крепче, там, правильнее, мастеролитие, там, еще что-то, ну, у каждого свой человек, мы люди, мы полигамы, там, как оно называется, правильно высказать, так, типа, с умом, да, умными словами, что мы не можем нравиться всем, и нам не могут нравиться все, тогда бы это было бы здесь шведские семьи, мне не нравятся все мужики, мне нравится только мой муж, да, так же, как, может быть, и вам нравится то устраивать то, что ваш муж, может быть то, что вы считаете, что ваш муж идеален, для меня это будет вообще не идеальный человек, и то, что может быть делает что-то в жизни и в быту он, меня это может на самом деле тоже сильно раздражать и бесить, и какие-то взаимоотношения в семье, например, вот вашей, да, я понимаю, что мы выставляем, мы их подсказываем, показываем, но я уже миллион раз спросила, если вы пишете, пишите какой-то хотя бы, более-менее какой-то, обдумывая же, мы же все взрослые люди, мы же не пацаны, где подростки сидим, для чего мы это пишем, для того, чтобы просто в семье пошел разлад из-за того, что, типа, посмотреть на, мило, посмотри на своего мужа другими глазами, к чему мы прожили больше уже сколько, почти 20 лет, и сейчас я должна, типа, начинать как-то на него смотреть, давить, заставлять, во-первых, человек на самом деле перенес недавно только лишь болезнь, и достаточно, и не надо говорить, что, типа, как бы, это не сегодняшняя проблема, это не сегодняшняя проблема, это проблема последних 10 лет, и кроме него у меня в доме никто не помогает с ребенком, просто именно физически. У нас нету нянек, нету лялек, нету бабушек, нету дедушек, поэтому, вот, мы будем это обсуждать, хотела ответить еще на один комментарий, но так как просто люди самоудалились опять, зачистили, просто, как бы, я ни у кого не удаляла, это сами потом как-то оно удалилось, поэтому я считаю, что вообще нет смысла это обсуждать, потому что, если я прошу и говорю, что я отвечу в комментариях, то я, значит, отвечу в комментариях, мы не здесь, не детский с отцом пропускать, и какие-то, типа, скрывать или все что-то, просто чисто по-человечески, моим ребенке тоже не надо, как они мешки, да, с какашками, которые, типа, я его, никто его не таскает, в яро ходит. Мы сейчас переключу, не хочу я вообще эти темы, я хочу просто поделчать позитив, я хочу открывать, я открываю канал, хочу пообщаться, хочу пообщаться на позитиве, почему-то я не имею права, это вот с утра встать и какие-то почитать приятные, позитивные комментарии, какой-то позитивный настрой, какую-то улыбку, чтобы улыбнуло, чтобы получить удовольствие, а не слушать о том, что какой у моего муж какашка. Ну, если не для вас какашка, ну, не смотрите на моего мужа, что ли, ну, я не знаю, зачем вам, зачем мой муж, должен всем нравиться, я вот это уже понять немножко не могу, а у меня здесь сорняки, представляете? Это что, сорняки, что ли, да, получается? Надо пересадить, я так думаю, полностью вот это все хочу рассадить, вот эта кинза вообще классно растет, и думаю, вообще еще отдельно их рассаживать уже. А это что, тоже кинзочка? Единственное, что, по-моему, я так поняла, у меня здесь не вырос шпинат, что-то я еще вот третье сажала, то есть у меня было несколько видов кинзы, несколько видов укропа, укроп практически вот вышел, если что-то еще выходит. Хочу, чтобы он пока дальше рос, мог быть, и надо, наверное, так думаю, его отсадить подальше, а вот здесь не вышло. У нас еще есть стаканчики, буду пересаживать, так что вот так, ладно, всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Погода шикарная, правда, по-моему, немножко минусовая, но мы сейчас идем на занятия, и хочется вот такого, знаете, лайтового режима, просто нормального режима, получать от себя, от своего какого-то, какой-то морального удовлетворения, удовольствия, спокойствия. Начинаю ведь мазать всяким... Или кто-то меня влюбился, на носо про ищек. Признавайтесь, пишите, кто влюбился. Ладно, мы пойдем быстро потренируемся, потому что уже почти час дня, я чуть поздно немножко сегодня помыла голову. Полтретьего... Ну, чуть раньше нам надо уже выйти, где-то в два часа надо будет уже начинать собираться, чтобы собраться этот час. Ну, сейчас как раз потренируемся, и будем собираться. Не хочу сейчас его в школу грузить, занять ими. Про эмоциональное я тоже, кстати, хотела еще сказать, что пока я сейчас прекратила, просто ролики шли за роликом, я понимаю, вы начали мне писать там, но опять же, я говорю, это вот сейчас только у нас тихо-тихо будет уже... Я несколько дней просто делала пропуски, чтобы догнать, и чтобы можно было вот уже писать, комментировать, отвечать вам более... по дням, да, вот так вот, чтобы уже день в день получалось, часто не накладываю, хотя сейчас опять неделька-две, и будут опять такие же, пойдут накладки, я так понимаю, у меня. Потому что у нас опять скоро занятия, очередной курс. Да, занятия с особенными детьми, очень такие, знаете, они... Они всегда дорогие, они не дешевые, это не дешевые игрушки. Я понимаю, что родители могут сами, но не все ты можешь сам, не всегда ты можешь сам, а для них нужны постоянно такие встряски, они необходимы. Так же, как и логопеды. Я не училась на логопеды, то, что я сама практикую, потому что мне нет времени, нет дополнительных ресурсов реально бросать, не потому что я кому-то новое прошу. Хотя, в принципе, я не считаю для себя, я в 7 лет поняла это, да, до 7 лет мы реально считала... Ну, не то что унизительно, мне как-то не хотелось вообще как-то вот это все обсуждать и громкогласно все. Сейчас я на это спокойно отношусь, потому что, естественно, мы живем не в каких-то таких центральных городах, где зарплаты от 100 до 200 тысяч. Как бы здесь ты не пахал, как бы не усекался. Для меня это человек дорог, и я не хочу его потерять когда-то в раннем возрасте. Понятно, что никто ни от кого ничего не зависим. Ну, честно говоря, можно и в 30 лет получить инфаркт, когда говорят, что там, знаете, мне надо вот так вот слышать, типа, ну вот, там они возрастные, там, типа, мы молодые, там, ну, там, или еще что-то, у кого-то там, значит, по возрасту это вообще все фигня, в 35, в 30 лет инфаркт, но еще больше опаснее, чем в 45-50, после 50 лет от инфаркта выживают, а вот в 30 лет от инфаркта умирают. Поэтому, у каждого, сейчас скажу, я опять мило переключаю. Всегда переключаюсь, надо, чтобы, смотри, как затягивается, жалко. Сейчас это все натянет, нам идти, оно прям тянет и тянет. Позиции жизненные у каждого свои, у каждого, каждый получает нелегче. Я не считаю смысла жизни, каких-то разборок, каких-то недовольств, какой-то я получаю свое, что, как бы, на что имею, на то от того и пляшу, вот так можно сказать. Будет больше, будет, конечно, больше удовольствия жизненного, больше позиций, большего счастья. Пока оно так, но занятия нужны. Даже вот элементарно, одно занятие в бассейне, это, ну, кто в теме, кто, кто занимается, это тоже, это тысяча рублей. Если ты занимаешься хотя бы пару раз в неделю, это 8-10 тысяч, туда надо еще поехать, оттуда надо еще вернуться. Те же самые логопеды, дефектологи, мы даже не можем до сих пор восстановить логопеды, чтобы не компенсировать и как-то восстановить свой доход. Чтобы можно было включить еще вот эти занятия. Помимо лечения, помимо его лекарств, препаратов, которых он пьет, которые он принимает, мы не получаем их бесплатно. Поэтому я всегда говорила, говорю, да, у меня есть карта, и если есть желание, есть возможность помочь, потому что, опять же, вот у нас, мы еще не успели передохнуть от того курса, у нас сейчас опять новый курс, опять курс реабилитации, одно занятие стоит 3 тысячи рублей, это недорого. Среднестатистическая цена, если брать, опять же, для наших, так здесь занимаются в центре, то здесь занимаются 8 тысяч за 2 часа. Ну, то есть, как бы, считайте расценку. То же самое получается, даже еще дороже, час 4 тысячи, как бы, физкультура. Понятно, что я делаю сама, да, ну, типа, то, что я делаю сама, и это разные направления, разные занятия. Даже мы сейчас еще отказались, сейчас вот у нас приезжает один специалист, они вообще, как бы, тоже суперспециалисты, суперзанятия, они на 5 дней. Там методика, ну, там методика, она подразделена на короткосрочные, вот такие, да, типа интенсивы, но оно еще дороже. То есть мы поэтому не пошли на эти занятия, чисто уже не потому, что надо ресурсы как-то менять. Хочешь, не хочешь, помимо этого, надо питаться, надо кормиться. Пенсия в пределах 12 тысяч, это не пенсия, как бы, говорит, что вы миллиарды получаем, мы не получаем миллионы. Вторая часть, это, грубо говоря, моя часть, но мне тоже надо же эти 10 тысяч, это тоже не деньги. Я считаю, что, говорят, что вот вы там, получая миллионы, никто миллионы не получает препараты, лекарства, это надо постоянно, питание нужно постоянно, извините меня, также все остальное. И еще плюс те же самые занятия, которые есть не только бесплатные, но есть еще и платные. Вот так вот. Все, я рожа сюда ко мне текает, я пошли, мы пошли по тренируемся. Ну что? Заходим? Ну, конечно. Да, пойдем. Психолог. Потом все основные предметы будут. Заходим сюда. А что он сам не делает? Оборзел что ли? Да. Оборзел? Там открыто, сходи сейчас. Оборзелся, он бывает, что кто-то провидирует. Ага. Психолог не дарь, я разбираюсь. Да, хорошо. Сейчас мы с тобой проведем занятия наши с тобой очередное. Какая у нас с тобой будет цель на это занятие? Разбить твои пальцы, ладошки, чтобы они там были более гибкие. Начнем мы с тобой с пальчиком. И поиграем мы с такую игру. Да? Потихоньку, подавляю с тобой вторую. Давай с тобой представим, что у нас из двух ручек можно сложить замочек. Да? Что мы для этого будем делать? Ну, тогда возьмем пальчики и подкор. О, да ты молодец. Тогда будем слушать стишок. Смотри, виси замок. Потянули. А не, все они покрутили. Постучали. И открыли. Теперь давай еще раз пробовать. Ну, слож empty же немного, но уже не надо. Смотри, виси замок. А, видел много, да? Ну, вообще, нет двадцать. Двадцать пять минут. Смотри, висит замок. Кто его открыть бы смог? Потянули. Бэээй-ээй-ээй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-э-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-э-эй-ээй-эй-э-эй-э-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Покрутили, постучали и открыли. И давайте скрепим с тобой, сделаем еще один. Вторую ладу. Лебро. Включился. Сделал. Теперь кулак. Левый кулак. Левый кулак. Теперь правый кулак. А левый ладонь. Еще. Все это очень сложнее. Это ладонь. Теперь ладонь. Ладонь. Кулак. Ребро. Кулак. Ладонь. Левый кулак. Левый кулак. 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 Можешь. Ребро. В ладонь. Через него. Кулак. Можешь. Можешь. Мы ее видим. Ребро. Ребро. В ребро. Ты можешь. Батумар. Это осложнение. Правая ладонь. Левое ребро. Левое ребро. Теперь правое кулак. Немножко мало, конечно. Нет, левое ребро, у тебя ребро. Понимаешь, конечно. Получается, начинай. Левое ребро. Две секундочки. А, хорошо. Парень подготовился. Чтоб стихи бы выучила, было бы тебе цены не было. Мы хотим вас поздравить. Спасибо большое. Мы не встретимся, поздравить вам всего-всего самого. Спасибо большое. Здоровья, счастья. Всего-всего самого. Рот только закрывает свой рот. Он очень старался, очень готовился. И сейчас мы идем дальше. Еще раз подправляемся. Наша крутая лестница, да? С короткими. Не получится здесь, видишься? Что? Наши школьные лестницы, да? В нашем детстве были такие. А они маленькие, да? Да, решено. А они просто через две. Нам на 3 этаж. Еще вон туда. Знаете, сами за малыши, что ли? Ну, не знаю. Здесь помогли посмотреть lampу. Поехали. Эфф. Это не 여기까지. Поехали. На 3 этаж. Да! Уоруеть. 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 Давай, шипящие согласные, это какие согласные? Давай, давай, тренируй баню свою. Ну, называй. Ты как-то приподнимись, что ли, давай, и называй, не надо парты только облизывать за ними, кто только не сидел сегодня. Называй какая-то буква, какой звук обозначает. Дальше. Это. И они какие? Шипящие, да? Шипящие, потому что когда мы их произносим, то слышится такой шум. А сейчас посмотри на экран, специально для тебя я приготовила. Если плохо видно, можно свет поярче включить, если хорошо видно. Можно вот так. Итак. Буквы ты у нас знаешь? Называй. Какая буква, какой звук обозначает? Буква какая? Нет, этот звук-то не говоришь. Буква. С. С. Звук какой? Какой звук? Не слышу. Эта. Звук какой это буква обозначает? Посмотри на нее. Так. Это какая буква? Эта. Звук какой? Эта. Звук. Звук з. Эта буква? звук звук а теперь давай посмотрим вниз мы это с тобой прошлом году проходили не помню не знаю помнишь ты или нет ну может быть сейчас помнишь чем отличаются эта буква какой звук обозначает под на цвет посмотри вот это зеленая синие синего синим цветом какие мы обозначаем твердые или мягкие а эти мягкие хорошо теперь попробую вот этот звук не произнеси мягко отлично значит мы сегодня с тобой говорим о свистящих звук когда мы произносим они свистят у нас и первая сейчас у ребят странку девочки репетели да давай попробуем ее измерить при помощи линейки присядем я пока сотру с доски а ты попробуй измерить тетрадку рита и сказать сколько сантиметров ну это для пепчинки мы вас поздравляем спасибо большое спасибо чай буду пить обязательно мы обещаем что будем минусы да и будем вас только радовать на точно ты обещаешь слава богу слава богу слава богу вы сейчас как будете добираться на коляшке пролезу наступающего пролезет Затянитесь? Нет, и получается Сводит Сейчас мы идем в обулочную после занятия Ну Яра молодец Яра молодец Я хочу просто при нем сильно Но он устал Сейчас надо купить что-нибудь Какую-то булочку, еду, чтобы покушать Ага, у нас маски есть? У меня есть У меня есть А ты на улице поставишь Разве здесь не очень удобно Тут совсем не удобно У нас есть кукуруза, да? У нас есть кукуруза, да Ну у нас есть целая патия Кто? Кто? Ну вот С тарагом, да? Подождите Что? Да 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 Она немножко есть под уклоном, поэтому Немножко неудобно Да Удастся Удастся Скажите Подождите Давай ешь Удобно? Да Удастся Ааа Наши столы Вид сзади, да? Ааа Вид сзади, да Снаружи Кто был изнутри? Ну все, пошли домой Брось потом вниз туда А сюда мы еще не заходили Да, в эту церковь Сейчас попробуйте посмотреть Какая она Ну они все здесь такие Видите, у нас боку они какие-то Ну все равно, да Нет, они все здесь такие Большие Ну что взяла? Тоска по нашему хлеву, да? Ну правда у нас немножко не такой Другой Тушь хорошая Свежая вообще шикарная Мы просто брали у нас там где армяне пекут Они пекают А что он прикольный Но у него нет такого вот Рука замерзла Рука замерзла? Сейчас почистим все И будем этот Давай одену и буду кормить уже Надо вытереть оно Сладкое Прикольно видишь, да? Яро раскручено Скидка хорошая Двадцать тысяч Только я не понимаю Она со скидкой доедет Двадцать девятьсот девяносто Девяносто Режим автоматически готовки Будет Румыния сборка Взять нет гарантии И они есть в наличии Новая абсолютно упаковка Сейчас приобрести Вот здесь написано Выставочный образец А есть новый Это демообразец Он работал Покупали кофе засыпали И поэтому он в ЛТ-9 Нет и новая будет так же стоить А все я понял Она сейчас по акции Сделана 29-990 Так же ЛТ-GO Он снимается Открывается Все легко Промывается Промывается Так же Можно поставить Крюшечка будет идти в комплект И можно ставить В холодильник Ну Капучино Ну Эспрессо Камерикана Капучино По одной кружке Препость Подбираете Объем кружки Собираете Ну Нет А ты какой именно Крюшечка Я не знаю Сейчас Про что-то Важно Нет Пока Смотрим Сейчас Пока Не определилось Яр Пойдем Что Ты Давай Выбирай Яр Быстрее Времени Яр Он что выбрал Тофемашину Пойдем Кофемашину Возьмем На второй этаже Пылесосы Что Что Пылесосы Пылесосы Не знаю Пылесосы А ты пылесосы хотел Бабуле подарок Ага Ну Пойдем посмотрим Идем У нас пылесосы здесь или там На первом этаже На первом этаже Пойдем Поехали! 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 Поехали!